Приветствую вас. Ну, вы знаете, вот я прочитал ваш вопрос, прочитал ответы коллег. Вот. Знаете, повторять то, что вам написали и сказали мои коллеги, я бы не хотел, потому что, ну, это не имеет никакого смысла, вот, сделать подобные вещи. Я постараюсь сказать что-то такое, вот, знаете, немножечко другого угла. Вот смотрите, какая интересная получилась ситуация. Мужчина, он относился к вам достаточно холодно, до тех пор, когда вы не забеременели. Забеременец, когда вы забеременели, мужчина изменил к вам свое отношение. Он стал вести себя по-другому, он стал, значит, о вас очень сильно заботиться, он стал при пылинке с вас вздувать. И, с одной стороны, это, конечно, очень здорово, очень положительно для мужчин, это действительно хороший поступок, это правильный поступок, не совсем понятно, почему вы не восприняли его именно так. Но, интересно, что вы задаете вопрос. Вы говорите, объясните мне, пожалуйста, что это, почему человек так себя ведет. И вы как будто бы сомневаетесь, вы не понимаете, откуда такая разительная перемена произошла в человеке. И вот, давайте подумаем, откуда произошла разительная перемена. Значит, перемена произошла после того, как вы стали беременны. То есть, получается, что мужчина отреагировал положительно на то, что у вас будет ребенок, его ребенок. И мужчина заботится о вас. Но он не заботится о вас, как таковой. Он заботится о будущем ребенке. Он поддерживает вас, чтобы у вас все было хорошо, чтобы был ребенок. Он хочет для ребенка семьи. Он считает, что ребенку нужна семья, нужна отец, нужна мама и так далее. Обратите, пожалуйста, ваше внимание на следующее. Вы забеременели случайно. Мужчина поступил правильно, потому что, ну, с точки зрения социальной, так сказать, позиции, он поступил верно. Он взял на себя ответственность, как вам сказали эксперты. Но он взял ответственность не за вас, он взял ответственность за ребенка. И, соответственно, ориентироваться в дальнейшем он будет не на вас, а на ребенка. И я хочу, чтобы вы были готовы к такому повороту событий. Я хочу, чтобы вы отдавали себе отчет в том, что мужчина, ваш мужчина, он сделал центром своего внимания не вас, а ребенка. Ему будет, и для него наиболее ценен именно ребенок. И вам действительно нельзя расслабляться в этой ситуации. Вам действительно нельзя полностью доверять этому человеку. Потому что произойдет такая ситуация, что вы родите, и мужчина будет заботиться о ребенке. Но будет ли он заботиться о вас, когда вы родите? Будет ли он так же любить вас, когда вы родите? Не станете ли вы для него просто-напросто дополнением в его семье? Вот что очень важно. И исходя из этого, исходя из данного аспекта, я бы хотел, как бы, ну, вывести такое резюме, что не все так хорошо, как кажется на первый взгляд. Мужчина ведет себя идеально в позиции заботы о ребенке. Но как он будет относиться к вам? К вам это еще большой вопрос. Поэтому вам, оказывается, лучше особо не делать каких-то резких движений. Вам, вы знаете, вот вам желательно бы повременить со смартфой сейчас. То есть сказать, например, вы не хотите выходить за него замуж пока, сказать, что вы хотите выйти замуж за него после рождения ребенка. Когда ребенок родится, там пройдет какое-то время, вы отправитесь, сможете платье, свадебное одеть, так-то и так далее. Вот это вот будет нормальной такой проверкой того, насколько мужчина относится именно к вам хорошо. И, в любой стране, вы не будете, как бы, оконцовывать себя уже не брак, из которого потом вам, может быть, будет сложно выйти. То есть, вы подумаете для себя, вот, что вам сейчас лучше. Выйти за него замуж и быть, как бы, замужней женщиной уже и так далее. И, впоследствии, может быть, переживать проблемы при, ну, если вы захотите брак, например, разорвать, разрушить. Или вам лучше отдаваться незамужней женщиной, чтобы вы были все-таки свободны. Но поймите, ситуация такова, что, вот, из того, что вы написали, мужчина вашими интересами не руководствует совершенно. Есть только его интересы, это интересы ребенка, он о ребенке думает, все. А главное думать не только о ребенке, главное думать и о себе тоже. И получается так, что полное неизвестность вас ждет, когда ребенок родится. И, может быть, мужчина продолжит вам так относиться. Но, если честно, я сомневаюсь, потому что его поведение определяет именно ребенок, а не вы. И очень важно, чтобы вы для себя определили, в каком положении, в какой позиции социальной, я имею ввиду в браке или вне его, вы встретите, вот, собственно, родение ребенка и встретите уже несколько разделенное внимание мужчины по отношению к вам и по отношению к ребенку. То есть, постарайтесь, пожалуйста, вот, этот момент для себя определить. Постарайтесь, пожалуйста, этот момент для себя обязательно выделить. То есть, не нужно так слепо, наивно верить в то, что мужчина внезапно вдруг полюбил вас или внезапно стал вами дорожить. Это возможно. Но, поскольку у людей всегда есть свои собственные интересы, и, как мы правильно сказали, собственные мотивы, но нельзя исключать другой вариант. А вот так вот вы целиком и полностью доверитесь ему, а потом что будете делать, если он только о ребенке думает, а не о вас. Вот. Поэтому постарайтесь здесь проявить осторожности. Думайте, в первую очередь, о себе. А вам сейчас нужно сделать следующее. Значит, еще раз, обдумать для себя, в какой позиции вы хотели бы встречать молодца. Замы или нет? И вот в зависимости от того, какая позиция представляет вам наиболее защищенной, в зависимости от этой позиции – и действуйте. И посмотрите, как мужчина на это отреагирует, если, например, вы скажете ему, что не хотите пока выходить замуж, скажите ему, например, о том, что, ну, вот, или просто, попробуйте, разыграть его, скажите, что я не хочу замуж сейчас, или давай, может быть, повременим замужество, и так далее, и так далее. Или скажите что-то про платье. Просто проверьте его, насколько он думает о вас, и насколько он думает о ребенке. Вам нужно выделить, выделить это, выделить, потому что пока, пока, это одно и то же, он думает о ребенке, что он думает о вас. Вам нужно понять, как он относится к вам, этого, и вот, в зависимости от того, какие будут результаты, вы и сможете для себя определить, что он это или нет. В принципе, добавить, добавить больше нечего, кроме, наверное, только того, что вы как-то вот поверили ему чересчур быстро. То есть, вот ему было все равно, вот он вам не писал, вот он, значит, как-то относился к вам очень холодно. Вы сказали ему, что бесстыберили, но его отношение резко к вам поменялось, и вы как будто это все приняли, как будто вы поверили ему, и так далее. Ну, вот это вот немножечко навевает тревожные мысли, потому что, как бы, как мужчина, да, он проявляет ответственность, как мужчина, да, он поступает правильно. Но чем это грозит вам, и чем это может обернуться для вас, об этом такое впечатление вы не думаете. Вот, и либо вы очень наивны, либо вы давно хотели такого отношения от мужчины своего, и вот вы его получили, и все, вы ни о чем другом не думаете больше. Вот. Либо есть что-то еще, какая-то у вас потребность, например. Но с этим нужно разбираться. Я бы хотел, чтобы вы просто, вот, знаете, не верили человеку слепо. То есть, чтобы вы видели реальное подтверждение. Вот реальное подтверждение того, что ему ребенок нужен, да, это видно. А вы? Как насчет того, что вы ему нужны? Вот я, например, не увидел ничего в вашем сообщении такого, что убедило бы меня в том, что вы, именно вы, нужны. Подумайте об этом. Это очень важно. Потому что, на самом деле, есть такие истории, такие ситуации, когда, вот, женщина беременеет, мужчина носит на руках. А потом думает только о ребенке, заботится только о ребенке, а о ней вообще практически забывала. Поэтому, осторожней будьте. Осторожней. Не позволяйте подобному поведению вас дезориентировать. Пожалуйста. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.